Дорогие друзья, хочу вам показать пример того, как надо защищать свои видео, свой контент от ошибок ютуба. В общем, короче говоря, я разместила видео, там были непосредственно записи с концерта, ну не совсем с концерта, с мероприятий, с празднования народного праздника, народных гуляний. Там были в том числе песни, танцы. И размещаю это видео, и вдруг тут же мне ставится, монетизация снимается, и приходит уведомление о том, что есть правообладатель на данный музыкальный фрагмент, на некий музыкальный фрагмент указан, в каком интервале он проигрывается. Я прохожу, смотрю, я вижу, что нет, явно там исполняют актеры, непосредственно видно, что поют артисты, поют певцы и музыканты играют музыку. То есть это наглядно видно, что музыка проигрывается вживую, и непосредственно поют артисты, и явно это не правообладатель. Ну там был заявлен правообладатель. Я, в принципе, я совершенно не возражаю, если вдруг мой контент случайно содержит чей-то чужой контент, чтобы ему шли отчисления монетизации, но в данном случае я вижу, что очевидно, YouTube ошибся, я высылаю жалобу. Непосредственно там сразу же есть форма, где можно эту жалобу подать и обосновать ее. Я не знаю, сейчас история наверняка не покажет моего возражения всей этой переписки, но это произошло только что. Я написала, что в указанном интервале играют артисты и музыканты, играют и поют вживую, и это видно на экране в указанном промежутке, и очевидно, что этот музыкальный фрагмент не принадлежит указанному вами правообладателю. Не прошло часа, приходит письмо такого содержания, жалоба на нарушение авторских прав, отозвана заявка на видео, влог 9.02.16, Сагал Ганар, Улан-Удэ, ФСК, первая часть. С момента вашего возражения на жалобу о нарушении авторских прав прошло уже 30 дней, а правообладатель на него так и не ответил. Это значит, что ваши доводы автоматически приняты и жалоба снята. Меня правда удивляет эта формулировка, что они выбрали именно такую форму. Могли бы прямо ответить, что наш робот ошибся, и ваш музыкальный контент не является ничьим чужим. Ну да ладно, это не принципиально в данном конкретном случае, это не принципиально, я принимаю и такое объяснение. Самое главное, что монетизация восстановлена, и она будет идти в мою пользу. Я желаю всем вам не бояться таких жалоб. Нет, конечно, бодаться с Ютубом довольно опасно, потому что долго разбираться не станут, поскольку там наверняка человеческого фактора мало. В основном все делается, наверное, роботами, поэтому вы можете потерять свой канал. И о чем меня предупреждали в этой форме, в которой я писала свои возражения, я вам всем желаю успехов, успешной монетизации ваших видео. И обосновывая эти свои возражения, свои жалобы, указывайте все конкретно, и все будет окей. Всем успехов! Пока-пока! Ваша Аюна.